берем мешок может быть прикатиться и проводим зиму не хочет всем привет это канал мастер форум с вами тестовая команда потребитель сегодня покажем вам вот такую интересное устройство это измельчитель веток redwerk r2 d2 извините rd gs 2500 по своей сути это такой большой электрорубанок для веток на ножках у него есть приемная воронка некая здесь рабочий механизм электропривод и диска с двумя ножами это именно строгающий такой и выхлоп и вот такой вот забавный мешочек подвешен чтобы вы не закидывали мусором все вокруг но можно и без него мешочек так числа как выглядит рабочий механизм до него легко добраться и вот он более вот он диск вот они ножи вот так вот он вращается и вот сюда вот ветка вот так вот встает сейчас попробуем даже что-нибудь подходящие вот так это выглядит вот так вот это работает как ни странно за последние годы измельчитель стал одним из самых необходимых в садовом хозяйстве инструмента потому что государство ввело серьезные штрафы за сжигание веток а ветки никуда не делись их надо куда-то девать и самый простой способ избавиться от них ничего не нарушая никуда не вывозя это измельчить и полученную щепу использовать либо как сырье для компоста либо намульчить для растений либо для копчения продуктов например рыбу коптят вполне успешно это специальный толкатель чтобы не лазить туда рукой хотя рука до ножей не дотягивается форма воронки не позволяет толкатель пока убираем он нам наверно еще пригодится погнали уберем мешок посмотрим как как шустрый мешок однозначно нужен вот это вот все терять не хочется вошать быть прикатилась ну как строгать Форма не позволяет Здесь надо Здесь секатором можно было Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот интересный момент Он затягивает ветки сам Здесь не надо их подталкивать Вот так вот, прямо своими силами Подтягивает сам Сам жует, сам глотает Сам выплевывает Вот что осталось от всего объема веток Два вот этих масла, которые не лезут Просто в воронку Не то, что им мощности не хватает их перемолоть Их хватит Они не лезут в воронку В силу своей формы Ну это дрова Давайте посмотрим, что получилось Ах, такая сумка Как в ашан какой-нибудь сходил И вот здесь вот щипа Кстати говоря, в инструкции сказано, что можно пропустить дважды Чтобы еще более тонкий помол получить Но я предлагаю попробовать И все слышно, что у тебя есть И все слышно, что у тебя есть Ну, пожалуй, разница действительно есть и заметная Здесь действительно можно дважды пропустить И получить еще более тонкую фракцию Более тонкий помол аккуратный Ну, очевидно, сухая древесина И проводим зиму Не хочет Ушла в защиту Сухую древесину Вообще, для сухой древесины предназначены измельчители шестеренчатого типа Такие под сырую Тем не менее, потихонечку иди Для нас получился чудесный снегочистой совочек Теперь влезет ко мне в машину И можно водить в машине Более подробная техническая информация в статье Ссылка на статью в описании к видео Смотрите, читайте, подписывайтесь Впереди много интересного Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, проверяем Ну, наверное, что требовалось доказать Копчение явно возможно Вот она закоптилась Другой вопрос Насколько это съедобно Насколько это вкусно Но это требует отдельных дальнейших исследований И опытов, скажем так Но у нас еще и СП Наверное, на тонну рыбы хватит Так что будем изучать этот вопрос дальше Ольхи у нас много Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok